Повышенные требования к будущим судьям высшие судебные палаты. Те, кто не пройдут проверку специальной комиссии, будут освобождены от должностей, не смогут повторно работать в системе в течение 7 лет и будут лишены права на специальную пенсию. Это лишь некоторые из поправок к закону, который сегодня утвердило правительство. При этом почти половина служителей Фемидов в ВСП будут юристами без опыта работы судей. В случае неприхождения проверки на неподкупность, судья освобождается от должности. Ему будет запрещено законом занимать должность судей, либо же другую государственную должность в течение 7 дней. Помимо того, что останутся без должностей, согласно новым изменениям, судьи, не прошедшие аттестацию, будут лишены права на специальную пенсию с сохранением общей по возрасту. С помощью нового закона о внешней оценке судей и кандидатов на должность судей ВСП, Министерство юстиции хочет ввести определенные гарантии. Установление гарантии с целью не допустить исключения судей системы за незначительные финансовые нарушения, введение допустимой маржи в несколько средних окладов по экономике в качестве разницы между имуществом, доходами и расходами субъекта оценки. Кабинет министров также одобрил сокращение численности работников. Если сейчас в органеграмму ВСП входят 33 судей, то в будущем их количество сократится до 20. Однако лишь 11 будут опытными судьями. Остальные будут из числа юристов, прокуроров и преподавателей права. Действительно, это первый такой состав будущей высшей судебной палаты, взятые из моделей других европейских государств. Более или менее половина не имеет опыта работы в судейской системе, но имеет опыт работы в сфере права. Но, внимание, с опытом работы в сфере юриспруденции не менее 10 лет и с безупречной репутацией, которой пройдут проверку оценочной комиссии. В Минюсте считают, что эта реформа повысит качество правосудия, позволит назначать людей с хорошей репутацией, которым люди смогут доверять. Реформа будет продолжена. Реформа опирается на честных судей. Реформа хочет поощрять их участие в акте повышения доверия граждан к правосудию. Пришло время системе правосудия привести себя в порядок. Мы пытались получить комментарий от самих служителей Фемиды, но у всех, кому мы позвонили, были отключены телефоны. Реформа разворачивается на фоне кризиса, спровоцированного в Высшей судебной палате. 20 из 24 судей из инстанции написали заявление об отставке. Некоторые заявили, что покидают систему, поскольку правительство назвало их коррумпированными. По данным профильных НПО, на самом деле уходят те, кто знает, что не пройдет проверку оценочной комиссии.